Московский педагогический марафон учебных предметов и Анатолий Георгиевич Каспаржак, представитель высшей школы экономики у нас здесь провели диспут по поводу проектной деятельности и того, что он должен знать, понимать и учитывать администратор. И это была новая форма. Вот эта форма разговора, аудитория была огромная, заинтересована. Эта форма разговора вам, как показалось, оправдала себя, когда вы там были на сцене? Я думаю, что дело не в форме, я думаю, что аудитории было бы гораздо интереснее, если бы наши позиции с Анатолием Георгиевичем были принципиально различными. Но, к сожалению для аудитории и, к счастью для нас, я думаю, оказалось, что вроде бы мы совершенно разные люди по характеру, по взглядам многим. Но то, что позиции оказались настолько со-направленными, я бы не назвал их совпадающими. Они, может, с разных некоторых сторон подходим. Но что по направлениям, это точно совпадающая позиция, оно, с одной стороны, меня очень порадовало, потому что иметь в союзниках такого специалиста, как Анатолий Георгиевич Каспарженко, дело великое, причем неожиданно получить в союзнике, оно приятное и полезное, и очень рад этому. С другой стороны, я как бы сразу подумал, что аудиторию было бы живее и интереснее, если бы оказалось, что наши позиции диаметрально противоположны, мы ни в чем не сходимся, спорим, дискутируем. А так, я очень опасаюсь, что аудитория подумала, что некий специальный подбор оппонентов, что некая заранее согласованная позиция. Ну вот, объяснять всем, что это не так... Нет, ну вы предварили этот разговор о истории, про то, что вы были жесткими оппонентами лет 10-12 назад, по крайней мере, заочными, да? То есть эти годы сработали вот в таком направлении, что-то мы все обрели, ну, помудрили. Наверное, мудрые люди вообще, когда уже мудрость жизни наступает, в чем-то сходится. Но, с другой стороны, важная часть этого диспута, на мой взгляд, была в том, что все точки, которые совпадали и совпадали, были заявлены очень жестко, они были проявлены. И в этом смысле аудитория что-то для себя вынесла в любом случае, потому что вещи называли своими именами, а не то, чтобы было неясно, о чем идет разговор. Поэтому я думаю, что это все равно... Ну, интересно было, как сходятся две позиции, которые были иными когда-то, через весь наш опыт. Потому что вы строили образование вот из разных уровней структур власти, а Анатолий Георгиевич, и теоретически, и обучая, и споря, и формируя законы, тоже строил образование. Но вот сейчас вот на какой-то такой точке, где вы сблизились сильно. Это интересно. Я еще раз говорю, мне очень, что называется, важно было содержательный разговор. И поэтому, когда я говорю о том, что я понял с огорчением, что для аудитории это будет не очень увлекательно, то я просто, наверное, вас, как организатора марафона, пожалел, что, эх, вот если бы мы взяли каких-то двух непримиримых оппонентов, то аудитории было бы, так охотно сказать, веселее. Поэтому... Ну, вот я хотел... Возможно, показалось, что это скучновато. Да, я не думаю, что было скучно, просто видно было по аудитории. И слушалось, ну, просто как идет речь, как идет мысль, мы все это слышали. Но я ловлю вас на слове, что в следующем году снова такую форуму пройдем или подобную, и мы найдем какого-то... Непримиримого. Непримиримого, понятно. Значит, единственное условие, чтобы этот непримиримый хорошо знал реальность московской системы образования. И был непримирим, зная. Потому что, к сожалению, часто приходится сталкиваться с непримиримостью, которая основана на полном незнании или полном игнорировании информации о системе. А может быть такое, что тот, кто знает, он уже не может быть непримиримым? Ну, хочется, надеяться. Но мы найдем. Московская речь... Ну, это, как сказать, настолько оптимистичная позиция. Московская речь на фон учебных предметов. Сегодня день в школе инвестрации. Сегодня у нас был диспут между Исакисовичем Калиной и Андреевичем Госпожаком. Сам диспут вы увидите тоже в материалах марафона. Все материалы марафона на сайте marafon.sefrodin.september.ru Спасибо вам большое. Это очень серьезное и важное для нас мероприятие. И Департамент образования города Москвы является учредителем марафона, соучредителем, поэтому мы делаем вместе, мне кажется, очень важное дело. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.